Во-первых, обсуждение. Какая тема показалась самой главной? То, что чемпионат удлиняют? Возможно. Ну, я думаю, что тот чемпионат, который есть, вот эти несколько сезонов, пока увеличивать не нужно, потому что все видят и количество травм сейчас идет какое. Думаю, пока достаточно. Наверное, в течение нескольких лет оно не будет. А перенос на май? Ну, обсуждался, но это все клубы должны посмотреть, проанализировать, посмотреть, потому что там у кого-то есть двух-трехлетний контракт, это же тоже нужно посмотреть со стороны. Придется переписывать, да? Переподписывать, да. Возможно, там агенты тоже будут вмешиваться и говорить, что там продление – это же увеличение срока получается. Какие-то финансовые вещи, увеличение бюджета – это такой непростой вопрос. А к БАРС за 5 легионеров или за 3? У вас вообще одно время не было легионеров? Это сейчас вот начали брать? Ну да, мы смотрели, в принципе. Ну, я думаю, что мы за 5. Все равно? Да. Чтобы было больше маневров? Ну, больше маневров, конкуренция. Среди русских возможности, но у русских будет падать. Мы же видим, что легионеры сейчас также начали приезжать. И причем элифицированные легионеры. Перед паузой пошла серия поражения у БАРСа. С чем это связано? Это такое прямо… На последнем выдохе сейчас шли перед тем, как ветеранистой команды. Да нет, я бы не сказать, что вчера тоже мы проиграли. В два периода мы здорово играли. Где-то не использовали свои моменты во время второй, там третью шайбу не забили. Пропустили такие простые голы. В меньшинстве где-то концентрации. Я думаю, определенная усталость. За такое короткое время провели количество игр. Большое. Несколько ребят получили травмы. Это молодые ребята, на кого мы рассчитывали, чтобы они заполняли какие-то игры. Тут же Яшкин был. Яшкин, да, это большая проблема. На долгий срок. Ну, думаю, что после первого все будет нормально. Он вернется в свой Яшкин? Я думаю, что да. Потому что сейчас у него планы какие? В Москве, я так слышал, в Москве будут лечиться, да? В Москве будет, да. Реабилитация, все, как бы потом приедет. У нас реабилитация приходит. Как бы следить. Три месяца, да, как говорили? Ну, предварительно. Это и есть сроки в медицине, которые они, грубо говоря, должны выдержать. Но это все зависит от организма, как он себя поведет. Но операция прошла уже хорошо. И последнее по поводу Жофярова. То есть, с одной стороны, да, травма Яшкина открывает какие-то возможности для других форвардов. С другой стороны, явно, что Жофяров как бы стоит на обмен. И я слышал, что камень преткновения в том, что вопрос компенсации. То есть, ну, это логично. Вы на него потратились. Хотите получить от другого клуба компенсацию, а другие клубы это платить не хотят. То есть, правда ли, что в этом дело? Там порядка 20 миллионов, там, от условного ангарда или кого-либо. Ну, правда, в ваших словах есть. Но также мы рассматриваем какие-то варианты, грубо говоря, усиления. На место Жофярова мы же понимаем, что это игрок, да, возможно, у нас не пошло. Но мы понимаем, что он другие клубы усилит. Ну, каждый игрок там идет под тренером. Чуть-чуть у него не зашло. Если мы там сможем получить какую-то компенсацию, это хорошо. Именно то, о чем вы говорили. И, возможно, будет какой-то игрок на обмен. А рыночная цена есть у него, у Жофярова сейчас? Вокруг него большой ажиотаж или его акции так упали, что попробуй его еще и продай? Нет, есть на него порядка 4-5 клубов, которые к нам обращались, с которыми мы ведем диалог. Но пока до конкретики не доходило. Возможно, что-то в ближайшие дни будет известно. Спасибо большое. Во-первых, радует Салават Илаев в последнее время. Пошли серии побед и, самое главное, появилась такая вот очень уверенно агрессивная игра в атаке. То, чего добивались. За счет чего все это произошло? То есть, устаканилось все, устоялось в середине сезона? Ну, я думаю, что тренингский штаб – это в этой игре заслуга тренингского штаба. Они изменили игру. Я думаю, и, знаете, вся лига двигается в направлении атакующего игрового хоккея. И я думаю, что сейчас и для нашего тренингского штаба была очевидность. Если в начале сезона были пробы и ошибки, то стало понятно, что в этой лиге нужно играть именно так, как мы стараемся сейчас играть. И многие команды тоже играют агрессивно, интересно. И на это сразу же отреагировали и зрители. Посещение – это полный стадион. И даже когда проигрывает команда, то даже мы по комментариям видим, что ничего страшного. Проиграли, двигаемся дальше, зато интересно ходить. Легионеры. Насколько сейчас с ними все хорошо? Ну, Хмелецкий, понятно, уже не первый сезон, гордость команды, да? Сейчас парень пришел тоже Лива, да? Вот, явно не Хусенг, да? Есть ли у вас еще какие-то цели до дедлайна? Есть ли у вас еще какие-то попытки? Потому что там, мы знаем, в Северной Америке освобождаются какие-то ребята, да? Ну, мы не говорим про Кури Перри, да? Может быть, и Кури Перри, почему нет? Ну, если такое будет, предложение мы, конечно, рассмотрим. Потому что у нас есть варианты. Но есть только фигура, которая действительно поможет команде. Большая, да? Да, потому что у нас… Ну, знаете, тут такой вариант, что у нас трое иностранцев, мы ни от кого не хотим отказываться. Но у нас есть календарная ротация у защитников, да. И, может быть, и Лива где-то доходит, там у меня все-таки была травма в начале сезона. Такие варианты можно рассматривать, да. Но пока таких предложений нет, что прямо вот. И кто бы захотел тоже, но тут ведь обоюдный такой интерес, кто-то должен захотеть приехать не в основной состав, а в ротацию. Вопрос денег, конечно, да. Могут и приехать, и заработать. Но вы не прижаты, по-моему, под потолок, да? У вас есть? Нет, у нас есть, да. У нас есть около 200 миллионов запасов. Зависит это не от вас, но очень как-то затянулась эта пауза со стороны Русада по ребятам. Они сидят, получается, не могут не играть, не тренироваться. А в их возрасте это же очень важно. Что тут делать в этой связи? Ну, мы повлиять не можем, конечно. Вы не можете, да. Но ребята поддерживают, я знаю себя в спортивной форме. По нашим сведениям, как будто бы в декабре будет по ребятам решение. Уже может быть, да? Возможно, да, потому что действительно очень долго, да, для них это уже с марта месяца проблема, да. Ну, мы с Русада работаем, мы обменяемся информацией, мы предоставили им документы с нашими объяснениями, как мы понимаем этот процесс, почему такое произошло. Надеемся, что будет принять справедливое решение. Тот тренер по физподготовке, да, о котором все так говорят, вы его защищаете, он камень преткновения или он к этой истории? Нет, все из тех документов, которые мы получили от Русада, вся вина с него была снята. Никаких доказательств о том, что он причастен к применению в Мельдоне, нет. Это официальный документ Русада. Сейчас вот вы обсуждали варианты изменения календаря, реально ли на май перенести, точнее удлинить чемпионат с учетом мая? Да, вот там вопрос идет, начинать, по-моему, с 5 или 6 сентября, и, по-моему, до 12-го. Плюс неделя? Да, ну, 10 дней там, плюс-минус. Количество остается игр, то же самое. 68 матчей, да? Скорее всего, на это будут идти. Там вопрос был по Казахстану, у них предварительный есть чемпионат мира турнир, 3-4-го. Вот это вопрос остается, но еще будет обсуждаться. Ну, против никто не рассказывал. И последний вопрос, это легионеры, я так понимаю, обсуждали, да, легионеры? 5 или 3, вот это все. Морозов говорил, я готов идти на 5, но у меня должна быть поддержка всех, чтобы я шел в Минспорту с этой темой. Да, ну, я думаю, что подавляющее большинство клубов поддерживают возврат к 5. И сегодня действительно попросил поддержки. Ну, не знаю, эта поддержка была у Лиги в Челябинске, тогда должны были обсуждать. Но нам только сообщили и все. Поставили перед фактом. Да, поэтому если решение принимают те же люди, которые принимали решение в декабре прошлого года, то даже наша поддержка повторенная, ну, возможно, повлияет и то, что начали нейтрализировать иностранцев. Да, ну, это тоже такой момент, зачем тогда выбирать, сокращать лимит, если гражданство дают сюда. Я думаю, наверное, по этому. Я уточню, что такое там судейство? Что обсуждали по судейству? Это какой, хороший или плохой, или что-то изменить хотели в судействе? Нет, там просто статистика была. Статистика, запросы, кто какие посылает запросы, какие санкции к судим, об этом подробно было сказано. Ну, такой общий характер. Хорошо, спасибо вам большое.